Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моём канале, на канале Алики Мирной. И сегодня у нас с вами расклад на такой вопрос. Исполнится ваше желание, да или нет? Давайте посмотрим. У нас по традиции с вами будет три варианта. Тайм-коды каждого из вариантов я пропишу ниже под видео в описании. Давайте зададим вопрос картам. Исполнится ли желание, да или нет? Вы подумайте, загадайте желание. Итак, исполнится ли желание тех, кто загадал первый вариант? Исполнится ли желание тех, кто загадал второй вариант? Исполнится ли желание тех, кто загадал третий вариант? Давайте с вами будем смотреть. Итак, первый вариант. Да или нет? Да, ваше желание исполнится. Давайте посмотрим, что тут такое. Союз. Здесь ваше желание исполнится, да, благодаря какому-то союзу, благодаря взаимовыручке. Возможно, здесь вопрос ещё касается, допустим, родителей и детей, да, то есть вот какие-то взаимоотношения, или же это взаимоотношения между достаточно близкими такими людьми. К примеру, как варианты. Да, ваше желание исполнится, допустим, всё наладится благодаря вступлению в определённый какой-то союз. Что ещё здесь может быть? Финансы, поступление финансов. То есть какое-то предложение может поступить, опять же таки, от кого-то вам. То есть здесь будет какой-то денежный союз, что принесёт в итоге достаточно большие доходы. Что-то может решаться также по поводу земли. Опять же таки, здесь ответ «да», что-то исполнится по той причине, потому что тут задействованы будут большие деньги и будут договорённости. То есть какие-то будут как союз, при котором решат что-то. Ну, я не знаю, то есть здесь именно как исполнение желания. О чём-то договорятся, да, и всё будет вот как хорошо. Возможно, тут то, что касается работы, предложение работы, вам может поступить с хорошим окладом. Может быть, допустим, что-то у вас купят, к примеру, да. То есть здесь везде идёт «да», какой бы сферы это ни касалось. Здесь, может быть, у вас покупка какая-то, и вам за это дадут, точнее, вы можете что-то продавать, да, и за вот эту продажу вам дадут большие деньги, допустим, и вы будете довольны. Или же вы за определённую большую сумму приобретёте что-то для себя очень ценное, то, что вы давно уже хотели. Здесь в решении этого вопроса, чего бы он ни касался, играет большую роль деньги, да, вот финансовая составляющая. Плюс это могут быть какие-то вообще ценности, то есть вот какие-то ресурсы, ценные бумаги, ценные вещи, ценные там, я не знаю, металлы там, ну, я не знаю, то есть какая-то ценность здесь должна быть обязательно. И вот благодаря этому будет решён вопрос ваш, что-то для себя вы получите. Поэтому по первому варианту здесь чёткий ответ «да». Итак, второй вариант. Исполнится ваше желание, да, или нет? Да, ваше желание исполнится. Давайте посмотрим, что у меня здесь пролетело такое непонятное. Так, второй вариант. Что у нас тут? Ой, ну, смотрите, сплошные старшие арканы. Тут будет принято какое-то решение, очень важно, ваше желание исполнится. Но, смотрите, это на самом деле, исполнение вашего желания не зависит лично от вас. Я бы так сказала, что что-то написано так по судьбе вам, да, вот на роду у вас что-то так написано, что-то должно быть, через что-то вы должны пройти. Да, возможно, это связано с вашими родителями, с вашими предками, к примеру. При том, что я бы так сказала, за то, что вы получите, знаете, как будто бы, ну, я не знаю, верите вы в это или нет, но такое ощущение, что когда-то за вас уже молились, то есть когда-то давно еще, да, там, задолго до вашего появления, как будто бы молились, что-то просили. И вы получите какой-то желаемый результат. Все будет хорошо, вас оповестят, вам что-то сообщат, вас порадует какое-то известие. Вы проявите себя, для вас вот то, что у вас исполнится, да, для вас это идет в полном благополучии. Вы сможете себя как-то реализовать, вы сможете себя проявить. Вы будете как, ну, я не могу сказать звезда, это не звезда, маг у нас немножко другой, но вы будете мастером в чем-то. Для вас это хорошее начало, для вас идет перемена в жизни. Вы поменяете определенный свой статус, у вас будет все хорошо. Многие вещи, которые будут с вами происходить, да, возможно, вот то, что касается вот исполнения вашего желания, возможно, многое вам будет непонятно. Вы не будете знать, да, вот как такое стечение обстоятельств могло произойти. И вам не надо задаваться вот этими подробностями, вот этими вопросами, да, и докапываться до этих подробностей. Оставьте их, оставьте. Действуйте так, как вам говорит вот ваш внутренний голос. Какие-то решения. Если вы спрашиваете, допустим, ваше желание связано с судебным решением, то вы получите, опять же-таки, что-то желаемое для себя. Правда будет на вашей стороне. У вас сильная поддержка, при том у вас сильная поддержка с родом, то есть от рода вашего, от ваших предков. Ну, здесь будет исполнение желания, потому что так должно быть. Так, третий вариант. Исполнится ваше желание, да или нет? Третий вариант. Ваше желание, к сожалению или к счастью, не исполнится. Давайте посмотрим. Я скажу вам так. Вы, возможно, наметили какой-то себе определенный путь. Что-то вы хотите, и вы двигаетесь в неправильном направлении. Ваше желание не исполнится. И очень хорошо, что оно не исполнится, потому что исполнение этого желания лично вам ничего хорошего не принесет. Ни вам, ни вашей семье. Понимаете, в чем дело? У вас будет... У вас счастье в другой стороне. У вас счастье с другими людьми. То есть у вас есть своё... Вам не надо куда-то гнаться, за кем-то гнаться, куда-то ехать. Потому что здесь какая-то аж... Знаете, как будто бы вы неправильно что-то можете предпринять. Вы можете сделать неправильный какой-то выбор. А ваше счастье в другой стороне. С вашей семьёй. Да, вот полноценная ваша семья. В кругу семьи. Дома. Какие-то другие. Может быть, если вы спрашиваете, к примеру, о покупке чего-то, о приобретении, допустим. Нет. Нет, потому что что-то есть более важное. И важным здесь выпадают люди, которые вас окружают. Понимаете, может быть, кому-то что-то... Если у вас есть какие-то ресурсы, может быть, эти ресурсы кому-то из ваших близких очень нужны. То есть вам необходимо будет как-то помочь им. Потому что здесь вы можете сделать неправильный выбор какой-то. И этот поступок приведёт вас к не очень хорошим таким последствиям. И вам необходимо пересмотреть. Вот это ваше желание какое-то необходимо пересмотреть. Ну, как бы здесь, знаете, события вот эти не разворачивались, у вас всё равно для вас, для вашего окружения, по данным картам, выпадает солнце. Выпадает, что всё будет хорошо, да, вот коллективно. В коллективе всё решится, всё будет благополучно. Просто не спешите с принятием каких-то решений в плане движения. Что-то здесь может быть не очень хорошее, да, что приведёт к не лучшим каким-то последствиям для вас. Поэтому лучше, если ваше желание не исполнится. Это будет к лучшему. Ваше счастье... Вот вы должны понимать, я не знаю, что вы загадываете, но по данному раскладу, я бы так сказала, ваше счастье в другой стороне, не там, где вот то, что вы наметили, то, что вы загадываете. Обратите внимание на что-то другое, на кого-то другого. То есть здесь уже ориентируйтесь, у кого что. И не спешите. Не спешите, потому что вы можете стать вот как жертвой обстоятельств каких-то. Не спешите исполнять вот данное желание. Ну, в общем, вот такой получился у нас с вами расклад. Я благодарю вас за внимание. И очень надеюсь на то, что у нас у всех будет всё хорошо. До свидания. До свидания.